Добро пожаловать в рубрику «Гармония тела и души» с Анастасией на канале Руслана Зинитулина. Доброе утро! Доброе, заполярное, солнечное утро! А у нас 7.30 утра. Прекрасно. Меня зовут Анастасия Шувалова, а мы с вами находимся в городе Полярные Зори. Город с таким романтичным названием находится за полярным кругом. Я здесь для того, чтобы рассказать вам, как вы можете помогать сами себе, самопомощь. Это лучшие приемы, действующие в нашем мире, которые мы используем для того, чтобы улучшить свое самочувствие. Своё состояние тела, состояние ума. Это медитативные практики, интересные практики Китая, Индии, Таиланда, России, поскольку у нас очень много интересных знаний и славянских практик, и у староверов есть чему поучиться. Ой, как много у нас всего с вами впереди. Аж переполняет. Ну, давайте мы с вами улыбнёмся. Улыбнёмся от души, как с детства, чтобы вот... Наша улыбка и радость прям пошла по всему миру. Первое упражнение, самое обалденное, я его очень люблю. Это ваша улыбка. Говорят, что у каждого человека есть своё предназначение. Если я скажу о себе, то оно касается людей, вас, всех. Я прям мечтаю, чтобы каждый человек знал, как он может сам себе помочь. Как он может уделять правильное внимание своему внутреннему и внешнему, чтобы быть здоровым, счастливым и энергичным. Чтобы быть настолько здоровым, чтобы поход к врачу был чисто профилактическим. И чисто так, потому что так раз в годик комиссия нужна. Вот, и моя задача, моё желание, я не знаю, моя миссия по-разному можно сказать. В том, чтобы рассказать вам, дать вам эти инструменты. И чтобы вы дальше делились этими вещами с людьми, которые вокруг вас. Потому что так хочется, чтобы как можно больше людей было здоровыми и счастливыми. В первую очередь, я путешественница. И одно из таких самых значимых событий, ключевых в моей жизни, это учёба, обучение в самых старых школах, тысячелетней традиции, в Таиланде. Где я обучалась именно практикам, как гармонизировать своё тело. Именно техниками, которые используют изначально буддийский монахин. Вот, поэтому я сейчас здесь, чтобы рассказывать вам об этом, показывать. Чтобы мы могли убирать напряжение со своего тела. И я знаю, канал Руслана, это канал, который в основном смотрят люди, занимающиеся спортом. Сегодня мы познакомили вас с очень солнечной девушкой, Анастасией Шуваловой. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк и поделитесь этим видеороликом у себя на страничке. А мы оставляем вас наедине с Анастасией, которая покажет вам комплекс на растяжку. Если у вас есть вопросы к Анастасии, пишите в комментариях под видео. Хоккейшки, хоккейшки. Ну, и следующий шаг это наше тело. Что мы с вами сейчас сделаем, это наши ножки, наши ножки. Возьмем свою стопу, мы как-то раз это с вами делали. И начнем делать пять кругов к себе. В этот момент у нас с вами происходит раскрытие тазобедренного сустава и коленного сустава. И таким образом тоже идет определенное растяжение вот этих вот мышц. Такой забавный элемент. Раз, два. Этот тайцы придумали в Таиланде. Три, четыре, пять. Взяли ножку к себе, прям вот ее притянули. И другую. А, и теперь ее, знаете, так все оп и раскрыли. Подержались за голень. Ногу к себе. Потянули. Рыбочками такими мягкими. Можете взять ее вот так, можете взять так. Если нет, то как берется? У кого-то будет браться вот на этом уровне. Значит так. Кто может дальше, дальше. К себе. Нам тянет. И вторая ножка. Раз, два, три, четыре, пять. Сегодня у нас я даю лайтовую разминочку, чтобы вы втянулись, попробовали, вспомнили, чтобы завтра у вас все хорошо было с телом, ничего не болело, не ныло. Поэтому сегодня мы так разминаемся, можно сказать. Растяжки. Потянули ножку. Тоже ее раскрыли. Можно взяться здесь, как идет. Можно взяться здесь, у кого какая-то стяжка. Можно взяться здесь, у кого идет. Сами же свои ножки же промяли. Очень важно ножки промять так своими руками. Смотрите, весом тела, руки прямые, как на ходу лих. Почему? Очень важно, когда мы мышцы потянули, очень важно их размять, чтобы они расслабились. Это такой быстрый вариантик. Что мы делаем дальше? Берем себе за ножку, которая позади нас. Вот так, вот таким образом. И потянулись. Другую ножку. И потянули. Тянем опять же-таки через локоть. Локоть на себя. И ногу потянули. Отличненько. Следующее, что мы с вами сейчас сделаем. Это присядем. Вот так, на свои ножки. Ножки раскроем. И между ними сядем. Если вам более неприятно, то вот так потихонечку. И дальше начинаем ручки. Ножки подраскрыли. И начинаем ничего выставить. Таким образом начинаем постепенно ложиться. Да, ребята, если есть коврик для йоги, используйте коврик для йоги. Если его нет, то можете использовать какой-нибудь пледик, что-нибудь такое. Пару полотенец таких больших, плотненьких. Можно коврик на Вайлдбери все взять. Мы с Михаилом там брали. И вот таким образом начинаем ложиться. На локти перешли, постояли. Это мы с вами с коленосуставом работаем. И с голеностопом. И вот постепенно начинаем так ложиться. Между своих ножек. Лечь полежать и расслабиться. И мягко, аккуратно, так же встать. Ножку вытянуть. Ногу положить в такую позицию. Азиатского приветствия. Ножки положили. У кого получается, да. У кого не получается, пяточки к себе. Взяли себя за стопы. И вот здесь смотрите. Для того, чтобы ноги положить, попробуйте. Ягодица отвести назад. И прогнуться в пояснице. При этом. При этом. Смотрите. Очень часто ноги садятся вот так вот, да. Но не идут ноги. И не идут. Что надо сделать? Объясняю сбоку. Попу назад. Как бы, да. Мы с животиком уходим вперед. Попу назад вытягиваем. Ягодички. И получается, здесь у нас седалищная кость. Вот мы как бы на нее переваливаемся. Оп. Оп. Ножки к себе подтянули. Оп. Как бы себя качнули. И получается, мы сидим уже не на ягодицах, а на седалищной кости. Вот на этой части. Оп. Грудь вперед. Попу назад. Грудную клетку вперед. И макушкой вытягиваемся вверх. Таким образом у нас получается хороший асан. И плечи назад. Не вот так, а назад. И тогда ноги проще будет и положить. И они в другой позиции совсем будут. И они в первую очередь замендуют вверх.